так здравствуйте все спасибо что решили прийти сюда надеюсь вы не сразу все уйдете а минут через 20 итак меня зовут богдан я работаю в компании скром мастер ком ей аджайл коучем и директором по совместительству вместе с андреем павленко который присутствует в этом зале да вот он туда он сплю он стоит тут с плетью точнее сидит итак сегодня мы с вами поговорим о менеджменте ты ноль и о командах которые должны быть самоорганизованными стоит отметить сразу одну такую вещь с чего мы в общем то и начнем это с этого известнейшего цикла деминга без которого ничего у нас не получится если вы захотите организовать или самоорганизовать какую-то команду раз она всегда без проверки этого без обратной связи это гиблое дело и со временем все снова разрушится как говорил мой преподаватель николай николаевич малюков он уже не с нами что человечество изобрело за всю свою историю действительно две таких серьезных вещей это колесо и обратная связь так вот обратная связь это как раз об этом и так эмпирический процесс это основа любого собственно agile процесса или процесса построенного на agile и пленду чек акт это то что нам нужно для того чтобы совершенствоваться от раза к разу гибкая разработка она построена на следующих вещах мы с на их пройдемся быстро по ним это основано на командах всегда на инкрементальной итеративная движет движимая бизнес значимостью или ценностью до имеет частые поставки полностью видимо и основана на качестве продукта чтобы прийти к нашей теме мы выделим следующую вещь то что она основана на командах иными словами итеративная разработка без команд быть не может команда разработки она имеет следующие исходя из скрама исходя из agile она имеет следующие характеристики она имеет небольшой размер от 3 до 9 человек вот она кросс функционально она полностью сфокусирована на работе она самоорганизована она уполномочена и ответственно из этого мы выделяем сейчас конкретно самоорганизацию и так плавно мы переходим к теме менеджмент 30 из древних времен мы знали менеджмент 10 сам где рабовладелец нанимал наемника который гонял людей с плетью как вот сейчас у андрея есть и они выполняли какую-то работу под собственно из чувства страха следующая тема возникла не так давно менеджмент начал развиваться очень активно в 19 20 веке и менеджмент 20 начинал учитывать ведь мотиваторы которые позволяли людям получать что-то от этой работы но обычно только материально иными словами менеджер собирал какие-то хотелки от людей и реализовывал их своим собственным способом и поэтому это в общем то правильная вещь но организован она не совсем правильно это характеристика менеджмент 20 в двадцать первом веке появился человек имя которому юрген аппелла и он разработал новую методику или лучше сказать собрал практики которые были мега популярны в свое время в разных местах он собрал их воедино и назвал их менеджмент 30 когда мы делаем правильные вещи фотографии юргена я здесь не имею но я вам решил представить следующие вещи новая пирамида маслоу кстати о верхней части и и мы сегодня будем говорить немножко и так для того чтобы люди действительно желали выполнять ту работу которая нужна вам их надо заинтересовать есть такое выражение о том что найдите работу которая вам нравится да и вы никогда не будете работать вот вы будете получать удовольствие и так базовые человеческие потребности изображены здесь они в них входят не их 16 базовых желаний в книге стивена рейса юрген аппелла нашел их и выделил следующим образом их переводил с английского языка я поэтому может быть очень коряво гадкая и даже смешно вот тем не менее это приблизительно так у нас есть часть которая может дать компания которая вас трудоустроил или вас ваш наниматель и те вещи которые он дать не может но пытается скажем так принятие физической активности заметьте да сейчас очень многие компании ставят у себя тренажерные залы на работе это вас тоже привлекает какие-то социальные связи независимость спокойствие в общем часть может часть не может выделим то что компания делать не должна хотя часто и делает и уберем это перейдя на следующую страничку у нас есть следующие принципы принятия это acceptance до любопытство курьера сети власть честь социальная связь допустим идея статус независимость порядок из книги дэси я не уверен что его правильно так фамилия звучит деки или дэсти юргена пола выделил следующие три мотиватора которые тоже очень нужны часто людям они называются компетентность самоуправление и связанность компетентность это необходимость ощущать себя способным делать что-то правильно потребность в принятии собственных решений это самоуправление и связанность это потребность в социальном участии тут сером видно или нет как бы мы наложили на уже имеющиеся принципы добавили их вот этими там было 9 сейчас стало 10 и получили 10 внутренних желаний то чего люди хотят часто оставаясь наедине с самим собой когда они говорят сами себе правду и из книжки и дэниэла пинка drive юрген выделил еще дополнительные вещи которые расширяют понятие уже этих десяти принципов эта цель самоуправление и мастерство и так имеем 10 внутренних желаний которые на английском называются как я уже вам назвал кириосики он акцент нас мастере пауэр фридом relatedness о да гол и статус первые буквы создают некое такое интересное слово чем фрокс чем фрокс это то что стоит поискать в гугле для того чтобы понять эту тему которую я вам сегодня буду вещать немножечко лучше и так сейчас я попрошу своих ассистенток раздать каждому из вас по листику и так пока они это делают я расскажу о некоторых карточках карточки которые вы сможете использовать в повседневной работе или во всяком случае на некоторых митингах если вы просто участники скрам команды это вам будет полезно для того чтобы поднять самоорганизацию внутри или помочь своему скром мастеру сделать это если вы какой-нибудь менеджер вы можете начинать использовать эти вещи на one-to-one ах если же вы просто интересуетесь самим собой не можете на данный момент объективно поставить какие-то цели себе в жизни вы можете получить какой-то путеводитель для себя что ли и так что может что может быть внутренним желанием каждого из людей на пути на его жизненном пути для многих людей это кириосити или любопытство это возможность воплощать какие-то сам проводить какие-то новые исследования идеи мысли нам как киев или людям искей это очень близко и я вам скажу так что не раз я встречал людей которые оставались на том или ином проекте несмотря на не самые лучшие условия труда или не самую высокую зарплату только потому что проект был мега интересный он был мега интересный там были новые технологии к примеру и то что позволяло вам очень сильно развиваться это один из мотиваторов другой это честь то есть я чувствую себя гордым за то что мои персональные личные ценности отражаются на работе которую я делаю или так как я это делаю обмен ценностями с группой да то есть когда вы находитесь в коллективе который скажем так который вам близок это очень важный момент следующие принятия acceptance это ой обувление интересно если вы хотите стать бобром нет это да то есть потребность в одобрении когда люди с которыми вы работают работаете принимают вас таким как вы есть и считают вас классным несмотря ни на что это очень важный мотиватор из-за которого люди часто остаются в компании или уходят из нее если этого не находят мастерство или совершенство это то как о чем мы говорили насчет компетентности когда я вижу что я могу делать такие вещи которые не могут не может делать никто и другой этот я справляюсь с той работы с которой не может справиться никто другой к примеру или я справляюсь с той работой которую мне дают и не лажаю это очень важно власть влияние это power возможность влиять на какие-то процессы которые происходят внутри компании внутри вашей группы просто связанные с вашей работой или с вашим подходом к работе freedom свобода но тут говорить не о чем очень многие люди ненавидят микро менеджмент и кстати говоря этот подход запрещен в менеджменте 3.0 связано с релайт нас это жажда социальных контактов или ощущение себя причастным какой-то общности порядок это хороший полис из компании когда вы можете знать наперед что приведет к чему если вы сделаете что-то так или не так как минимум ну и цель цель это то что дает нам ощущение то есть то что позволяет нам понимать что мои жизненные цели или вещи важные мне в жизни отражаются на работе которые делаю и я делаю не просто какой-то хлам да а то что очень полезно другим людям статус это понятно многие люди хотят быть самыми супер-пупер они хотят быть еще какими-то и для многих это очень важно а теперь относительно игры у всех вас уже есть карточки поднимите руки у кого нет андрей опусти руку хорошо значит есть у всех и так игра начинаем игра проходит в два этапа первое это то как вы сможете сделать у себя уже на работе кстати такие карточки у меня еще есть и вы их сможете взять на нашем стенде скромастер комей если вам не хватит вы сможете скачать прямо на сайте менеджмент 3.0 обновленная версия карточек новых красивых переведенных будут доступны на сайте скромастер комей уже очень скоро и так для того чтобы начать игру вы должны понимать о чем это мы только что это сделали да мы поняли что это за карточки следующее следующий этап это обычно обсуждение достаточно ли эти карточки то есть все ли мы поняли их одинаково находимся ли мы on the same page потому что power для кого-то это одно для кого-то другое и так в коллективом мы должны это обсудить следующая это сортировка в вашем случае карточки нужно разрезать и разместить их в следующей последовательности точнее в ряд в один ряд но размещать их надо отвечая на один простой вопрос что по вашему мнению важно в вашей работе в начале то есть с левой стороны что-то менее важно с правой что-то самое важное и так отвечая на этот вопрос да разместите карточки в порядке возрастания важности слева направо в одну линию вы можете это сделать сейчас вы не можете их разместить вы можете просто подписать для себя циферками один два три четыре пять и так далее исходя ответьте на этот вопрос прямо сейчас что по вашему мнению важной вашей работе пока вы отвечаете на этот вопрос вы должны иметь keep in mind что дальше надо будет объяснить свои циферки свое размещение этих карточек и так надо будет ответить себе для начала себя на вопрос что мотивирует тебя более всего и почему и что менее всего мотивирует тебя и почему когда мы это сделали это такой self-test это позволяет нам уже лучше понимать на самом деле чего мы хотим потому что многие люди как ни странно даже будучи войти мире будучи программистами инженерами и так далее часто себя плохо анализируют и не знаю чего они хотят хочу то не знаю что хочу чтобы все было классно и так далее вот или просто чтобы на душе было все хорошо и спокойно но это никак не связано с вашими целями в долгосрочной или среднесрочной перспективе на вашем конкретном рабочем месте и так к примеру вы заполнили что мы делаем дальше дальше мы отвечаем на следующий вопрос как ваша ежедневная работа отражается в мотиваторах и что мы имеем право сделать разрешены только вертикальные смещения иными словами на столе у нас остались все те же карточки в ту же линию но линии стало теперь три и мы можем поднять какие-то мотиваторы наверх какие-то мотиваторы вниз что это значит у нас была линия вот она была линия видите началась у этого человека с кириосити рлэйт и нас на мастере и так далее теперь мы сделали три линии да все те же остались на своих кириосити рлэйт одесс мастер и тогда просто часть из них поднялась наверх часть осталась на месте часть опустилась вниз отвечая уже на этот вопрос то есть был широкий вопрос относительно какой был вопрос что по вашему мнению важно вашей работе а тут конкретные сроки да как это отражается в вашей ежедневная работа в этом и так часть мотиваторов поднялась наверх да мы можем сказать что это очень хорошо отражается вашей работе вот эти мотивы и вот то что отражается плохо очень важно обратить внимание и ответить на следующий вопрос что произошло с наиболее важным мотиватором он сместился в каком направлении и почему какой важный мотиватор поднялся вверх и Почему? Какой важный мотиватор опустился вниз и почему? Итак, будьте уверены, что мотиваторы, которые опустились вниз, особенно если они важны, это потенциальная проблема либо для вас лично, либо для участника вашей скрам-команды, либо для вашего подчиненного. Этот вопрос нужно решать. Скорее всего, человек в ежедневной работе не ощущает свои нужности, важности или работа, которую он делает, не соответствует его пожеланиям. Денег для того, чтобы удовлетворить его требования, совершенно не нужно. Нужно дать ему просто немножко другую работу. Его мотиватор поднимется, его общий уровень улучшится и выйдет все намного лучше. Итак, если мы опрашиваем не одного человека, а целую команду, потому что все началось с опроса одного человека в истории, теперь это практика для целых команд, коллективов, но до 9 человек, как и есть в скрам-команде, от 3 до 9 человек. У нас есть возможность построить подобную диаграмму. По кругу этой диаграммы, если здесь плохо видно, все эти curiosity, что там еще у нас есть, да, status, goal и так далее, да, все эти 10. И тут мы можем построить следующие линии. Если вы хотите иметь такую штуку, я вам скажу, где ее скачать. Ее напишите нам на почту, я вам пришлю ссылку, где скачать программку, точнее не программку, а Google документ, который позволяет строить такие диаграммы. Итак, у нас есть три параметра. Это average средний, да, минимальный и максимальный. Это для команды. Точно так же можно построить bar chart, который позволяет нам сделать variation и максимальную difference между разными, как бы, показателями, да. Для кого-то статус минимальный, да, был такой, да, всего лишь там меньше, меньше единицы, для кого-то он был все 7. Важно понимать, какой у вас, насколько разношерстная публика здесь. Тут важно понимать, насколько цели для коллектива важны в целом. Да, допустим, curiosity для этого коллектива – это очень высокие, да, показатели. При этом значение, вот, goal, да, цель для них достаточно низкая. Это им не так важно. Анализ команды подобным образом позволяет, во-первых, а. Поставить нужных людей на нужное направление. Б. Помочь каждому человеку ощутить удовольствие от своей работы. С. Удержать человека нужного полезного. Полезный кадр может остаться у вас на рабочем месте и не уйти в другую компанию, если его пожелания внутренние будут таким образом учтены. Что мы можем сделать с точки зрения скрам-мастера, к примеру, да? Мы можем поднять прозрачность. Мы можем распечатать и повесить на стене следующие вещи. Для команды это TeamRadar. Это вот эта вещь, да. Следующая – это барчарт, который вы тоже видели только что для этой команды. Потом определение каждого мотиватора, обзор усредненной сортировки мотиваторов. Не для каждого человека, а для всей команды. И обзор результатов вертикального смещения. Относительно того, что можно сделать дальше. Это one-to-one. Это как минимум обсуждаем индивидуально каждый график персонально. То есть только для меня. То есть я имею в виду только для вашего сотрудника и не для команды. И, естественно, особое внимание уделяем важным мотиваторам, которые остались неподвижными или сместились вниз. Как я уже сказал, это потенциальные демотиваторы, это потенциальная проблема у вас в коллективе. Вот что я хотел вам рассказать. Спасибо. Если есть вопросы какие-то. Есть. Да, вот первый вопрос я увидел оттуда. Человек в синем, да. Здравствуйте. Я Кирилл из Запорожья. Такой вопрос. Что если человек все понял, правила игры, но не хочет играть в них честно, и просто ставит все для галочки. Он повлияет на графики. Как из графиков убрать? Значит, первое, начиналось все с вантуванов. На вантуванах люди бывают более открытыми. И если они не знают конечные ваши результаты, то есть вы зачем это делаете, да? Вы хотите помочь человеку. Вы хотите понять, что он хочет, потому что часто человек словами не может сказать. Это попытка. Безусловно, попытка. Она рассчитана на более-менее честных людей. Но, как и в каждом тесте, если вы будете проделывать это не один раз в год, а регулярно, вы сможете выяснить более четкую картину, потому что врать одинаково не у всех хватает памяти. Более того, если вы увидите, что человек без видимой причины, давая объяснение своему расположению карточек, будет менять постоянно их состав, значит, этот человек действительно лукавец, и, возможно, вам стоит пересмотреть вообще подходы работы с ним. Это подходит наверняка не всем. Я уверен, что люди, которые не хотят говорить правду, смогут ее вам не сказать. Но хорошая новость в том, что таких в коллективе не очень много. Обычно. Еще вопросы? Вот тут кто-то. Здравствуйте. Тут больше уточнений. Можно вернуться на слайд? Назад. Какой? Назад. Расмораллеливание. Да. Да, вот объясните, пожалуйста, они индивидуальны для каждого человека будут, или это все-таки какой-то шаблон? Значит, для каждого человека. Значит, как это происходит? Первое – это введение на ван-ту-ванах. Для каждого человека это вещь индивидуальная. Вот посмотрите, вы ставили циферки на своей штуке, да, это считайте пока что без распараллеливания. У человека рядом 100% циферки не совпадают. Соответственно, и при ответе на этот вопрос, как ваша ежедневная работа отражается в мотиваторах, оно тоже будет уникальное для этого человека. Как они смещаются? Насколько они смещаются? Почему? То есть для кого-то сместится… Чуть-чуть? Мастеры? Нет, нет, нет. Для кого-то сместится поле мастери, для кого-то сместится поле фридом. Да. А как определить, что для кого спускается? На ван-ту-ванах вы определяете. Есть практика, когда вы на общем митинге возле каждой линейки вешаете просто чье-то имя и фоткаете. На ван-ту-ванах это определяется легче. Каждый раз вам приходится записывать результаты и ввести файл по каждому человеку и по команде. Просто не совсем понятно, вот вверх это те мотиваторы, которые хорошо влияют? Да. Это то, что… Которые помогают в работе, правильно? Не совсем так. Он чувствует, что эта мотивация у него удовлетворена. А-а-а, вот с этого, да. Вот. Или стала значительно более удовлетворена, чем была. Да, вот это интересно. У нас есть еще один вопрос. Да, давайте. Да, здравствуйте. Отвечу лично, да. Вопрос в следующем. Допустим, мы определили, что человеку не интересно то, чем он занимается сейчас, и мы хотим сменить род его деятельности. Но род его деятельности новый. Не нужен компания либо этому проекту. Что делать в таких случаях? Еще раз. Род деятельности данного человека? Не интересен компанию. Этот человек не нужен на этой позиции. А что делают компании, когда человек не нужен на этой позиции? Вопрос в том, как это решать. Либо оставлять его на позиции, которая ему неинтересна, и он себя чувствует в клетке, да? Да. Либо выгонять его и искать другого специалиста. Смотрите. Ну, можно найти какой-то компромисс. Естественно. Компромисс. Значит, этот подход не предлагает вам революционные изменения, да? Взять все и поделить. Это вам предлагается постепенно, плавно начать удовлетворять чьи-то пожелания. Поверьте мне, что если человека не устраивает очень много в вашей компании, он уйдет. Если вас не устраивает много в этом человеке, и вы не хотите его оставлять, он уйдет в итоге. Если вы хотите его оставлять, и он хочет остаться, то все готовы пойти на компромисс, и небольшие изменения в его текущей работе помогут ему почувствовать себя более нужным. А вам получить от него больше отдачи. Работать по чуть-чуть – это хорошие методы. Работать по чуть-чуть – это хорошие методы.